Всем привет! Мы сегодня с вами едем в Кабулете, находимся у канатной станции, идем на автобус. Прохожу мимо, ребят, вот может быть кому-то телефон пригодится. И вот здесь у нас стоят маршрутки. И сейчас мы идем на набережную. Ехала я минут сорок. Вышла специально здесь, чтобы попасть в самое начало набережной. Так, здесь у нас нет светофоров. Проезд стоит в Триларе. Открыли новую набережную, теперь она стала еще длиннее. Также разные детские аттракционы появились. Ну, в общем, теперь она не уступает Батумской. Еще у нас сегодня очень-очень ветрено. Музыка. 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 Так, ну идём там, где потише. Очень много детских площадок здесь открыли, снимать мне неудобно, потому что там много детишек, родителей. Ну здесь вот поменьше людей, покажу вам, в общем, очень много открыли детских площадок. Если будут номера телефонов где-то, я обязательно вам это покажу. Вот, например, есть отель Санапир и находится прямо на набережной. Green Hotel также находится на набережной, вы можете в интернете забивать название и смотреть цены и телефоны. Отель СПА тоже находится на набережной, такое многоэтажное здание. Такая приятная музыка в заведении играла, прям душевная. Играет музыка в заведении. Дом стоит на набережной, и здесь тоже сдаются квартиры. Кому интересно, можете записать. Так выглядит отель. Сейчас номер телефона покажу. Есть кафе внизу. Кафе внизу. На набережной стоит вот такой отель. Называется «Империал», по-моему. Сейчас точно название вам покажу. Здесь есть кафе небольшое с грузинской кухней. Прямо на самой набережной стоит. Это название отеля. А это адрес. Пишите, как вам набережная в Кабулете. Нравится ли вам здесь отдыхать? Кто отдыхал? Такие пушистые-пушистые елки здесь. А это в кофейне относится к отелю. Вот к этому. Цены на него тоже можно посмотреть в интернете. Сегодня в честь открытия набережной здесь будет концерт. Будут петь грузинские песни. Ну, в общем, будет весело. И в конце вечера будет салют. Я, конечно, не буду все это мероприятие здесь ждать. Я сейчас прогуляюсь и поеду домой. Мне надо в Батуми. У меня еще есть дела. Но в Кабулете сегодня весело. Арпку сделали. Ее раньше не было. Тоже идет подготовка. Будут, наверное, продавать разные вещи ручной работы. Мне кажется, раньше этого заведения не было. Пишите, кто постоянно отдыхает в Кабулете. Новое это заведение или нет. Пишите, кто постоянно отдыхает в Кабулете. Так выглядит центральная улица. Здесь кафе, ресторанчики, гостевые дома. Ну и можно что-то купить себе, если вы забыли. Например, круг, купальники. Также есть аптеки, продуктовые магазины. Ну и много различных перекусов. Вот сейчас мы даже кальянную проходим. Хотела где-то пообедать. Но меня пригласили в одно заведение в Батуми. Его недавно открыли. Я вам его покажу. И заодно там и пообедаю. Ну покажу я вам его уже в следующем ролике. У меня как раз будет ролик о новых барах и ресторанах в Батуми. Ну, вернее, баров. Там один ресторан, по-моему, только. Новый, о котором я знаю. Ну, в общем, ролик должен выйти после Кабулети. Поэтому я еду в Батуми. Я помню, в прошлый раз здесь не останавливались автобусы. Надо было именно махать рукой. И только тогда они останавливались. Посмотрим, как сейчас это все будет работать. Ну, сейчас сезон. Скорее всего, они и так останавливаются. Ну, два автобуса проехали, и они не остановились. Видимо, сейчас придется мне все-таки махать руками стоять. Все, ребят, я уже вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok